Я же рокер. Вообще, по сути, я рок-музыкант. Не хотел им быть всю жизнь. Так случилось, что я искал Атлантиду, которую петь не хотел. И с нее, собственно, все и началось понеслать 35 лет назад. И уже переобуваться на ходу было уже когда-то. Зайка, шмайка. Зайку бросила хозяйка. В Калининграде первая. А Атлантик? Атлантик. Это была рок-команда? Вообще, слово рок – размытая тема, понимаешь? Это вообще терминология у нас в стране отсутствует жесткая такая правильная тема. Вот это рок, это не рок. Мы играли разные песни. Ну, Битлз вы играли, как все. Да, в какой-то момент 50% репертуара у нас было Битлз. Но Битлз я не считаю рок-группой в прямом смысле. Вот сейчас кто-то обиделся, я думаю. Какой-нибудь Градский какой-нибудь трогнул. Ну, понимаешь, вот смотри, все-таки я оперирую словами. То есть, с образами, выражениями. Ну, как когда я пишу стихи. Я начинаю вот копать. Ну, что такое поп-музыка? Это популярная музыка. То есть, получается так, любая музыка, которая стала популярной, становится поп-музыкой. Неважно от направления музыкального. Понимаешь? Ну, допустим. Второй момент, это между так называемым рок-движением, рок-музыкой. Рок-движение, это понятно. Рок-музыка, непонятно. Потому что, в принципе, рок, это музыка протеста, в общем-то. Если человек протестует против чего-то такое, а у него начинает рок. Или он слишком жестко там как-то это делает. Или еще как-то. То есть, это рок, это нечто выбивающееся из определенной колеи. Но как только это становится популярным, понимаешь, его уже слушает... Становится рок-музыкой? Ну, условно говоря, я не знаю, например, вот рок-группа, да? Да. И у нее появляется один хит там, я не знаю, «Отель Калифорния». Это рок-музыка или не рок-музыка? Скажи. Как это определить? Ну, вообще, Eagles – это рок-музыка по позиционированию. Ну, как? По какому позиционированию? Ну, есть же люди специально обученные, которые... Позиционируют. Да. Ну, то есть, а теперь я тебе скажу, вот ты образованный музыкально и вообще политически, и вообще, ну, нормальный человек, который понимается. И если ты не можешь четко сформулировать, что это такое, значит, это очень размытые границы. Брженко говорит, что если есть драйв, то это рок-музыка. Поэтому у него и Муслин Магомаев, и Владимир Семенович Высоцкий – это рок-музыканты. Вот, ну, в его трактовке. Хорошо, я тебе расскажу такую историю небольшую. Вот в начале перестройки появилась масса групп, которые говорят, все, уже можно рок, обвешивались цеплями. Царство его небесное Саня Барыкин тоже говорит, мы сейчас рок будем играть. Я говорю, Сань, ну, мы будем долго гнать велосипеды, это тебе классная, ну, красивая песня. И ты так здорово поешь. Зачем тебе? Не, мы сейчас будем рок. И так это все. Я помню, была такая группа, она называлась «Не то ОВМ», «Не то дисплей», «Не то еще как-то». И они известные были там разные музыканты, не буду просто фамилию называть. Почему? Они пели, я не помню точно, и вдруг это из другой группы. Ну, это было там 30 лет назад, Женя. Хорошо, ладно. И вот они поэты, я купил ОВМ, я купил ОВМ, и они мне, давай, а я тогда хардел, я писал такие песенки. Они говорят, давай к нам, будем вместе вот это делать. Я говорю, ребят, ну, чё, я не понимаю, вот в чем здесь, ну, драйв. Гитара, это значит рок, да, а Словак, ты купил ОВМ, чё орать? И я для них записал какую-то песню, я говорю, вот они говорят, ну, а как вот, чтобы рок был? И я написал какой-то текст для них, пусть кровью помады всегда запечатан твой рот, понимаете? Это шептуальненько. Они говорят, вот это рок, и она говорит, пусть кровью помады, и у них пошло как-то, понимаешь? В общем, вот это да, есть какая-то, но есть драйвовые песни не только, ну, в рок направлении, есть именно такой же драйв, там, я не знаю, серьезный драйв даже в народной музыке есть, понимаешь? И вот это, мы сейчас просто с тобой углубимся, но я могу тебе сказать, что это очень размытая граница, понимаешь? Ну, есть, например, тогда уж народный рок, или там еще какой-то. Ну, фолк-рок есть такой, да? Фолк-рок, поп-рок. Если вот с точки зрения вот этой, тогда вот есть, например, называется фьюжн. Это вот элементы, эклектика такая, элементы там фолк, поп. У меня, например, сейчас одна песня, она называется «Никогда не проси». Она такая, знаешь, ну, вот она вот как раз элементами фолка, элементами дискотеки даже, потому что есть. Вот песня «Эскадрон», например, вот там такой драйв страшный, понимаешь? Я вот готов с любыми рокерами выйти, спеть эту песню, отвечаю, будет нормально все. Рок это или не рок? Не рок. Или поп-рок, или данс-рок, я не знаю, что это такое. Сейчас все очень перебрелось. Ты работал звукорежиссером в легендарном коллективе «Синяя птица». Четыре года звукорежиссером. Это что-то дало вот Газману нынешнего дня, вот эта работа за пультами? Меня сначала взяли как в дублирующий состав. Вокалистом. Вокалистом, да. Я все эти песни выучил на всех случаях, потому что, ну, Сережа, Дроздов, там, «Царство небесное», там, ну, тяжеловато было временами. Причем группа такая, время от времени так закидывали, знаешь, что все руководители боялись как будто. Вот, ну, я как бы пришел туда, и ну, и не пел, и не пел, и не пел, и не пел. А у меня была аппаратура, которая очень здорово звучала. Я ее взял с собой, чтобы на гастролях ее продать. Ну, ее постоянно так звучало, и мне сказали, слушай, не надо продавать, мы тебе и платить будем, ну, давай, может, там. А мне интересно было со звуком работать, понимаешь? Я, ну, все-таки научно образованный человек был. Мы сделали самопальные какие-то колонки там, и все, и у нас звук был шикарный, звучало здорово. И я вот эту науку прошел, я был с точки зрения как звукорежиссера, настраивал звук. Я потом еще работал, такая группа, рок-группа, кстати, «Галактика», там я и пел еще, наконец, я уже и пел, и звукорежиссер там был. Причем я из-за пульта вскакивал на сына, там что-то давал, нарезался это дело, опять возвращался под дикие кредиты. И мы ездили причем с круизом. Мы были первое отделение «Мы» и второе отделение «Круиз». То есть Кузьмина еще с той поры? Нет, нет, как Кузьмин в круизе, он в динамике работал. А, это Барыкин, да? Нет, это Гаина был, Валера. А, я все перепутал. Очень сильный был состав просто, Моти-Анечкин там курировал все это. Я русский, я татарин, я чеченец, я башкин. Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир. Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши, все те, кто здесь родился и кто родину нашли. И африканец Пушкин, и багратион Грузин, дачанин Витус Беринг, айвазовский армянин. Их всех не перечислить, те, кто под крылом славян, объединились вместе в государстве россиян. Это русский мир, русский мир, Россия. Мир моей страны, самый лучший в мире. Новый путь пройдет, наше поколение. Мы идем вперед, это наше время. Время идет, только вперед. Только вперед, время зовет. Это русский мир, русский мир, Россия. От войны, революции, страны, разные земли. Нас полный иммиграций, очень многих унесли. Когда союз распался, их границы возвели. Часть родины осталась за пределами страны. Своих мы не бросаем, не оставим за бугром. Кто наших обижает, пожалеет он потом. Кто памятники рушил и могилы ворожил. Услышит, как броней зеркая, входит русский мир. Это русский мир, русский мир, Россия. Мир моей страны, самый лучший в мире. Новый путь пройдет, наше поколение. Мы идем вперед, это наше время. Время идет, только вперед. Только вперед, время зовет. Это русский мир, русский мир, Россия. Под общим химном и флагом, Назло врагам и всем бедам. Мы помним, как на рейстаге Мы расписались в победе. И через радость и горе Приобретение потери Расскажем мы своим детям, Как мы страну свою верим. Как мы страну свою верим. Через века мы гордо нашу миссию несем. Мы верим, что в грядущем человечество спасем. Нам в резонанс вибрируют соцсети и эфир. Закончим войны и наступит новый русский мир. Новый русский мир. Новый русский мир. Это русский мир, русский мир, Россия. Мир моей страны, самый лучший в мире. Новый путь пройдет, наше поколение. Мы идем вперед, это наше время. Время идет, только вперед. Только вперед, время зовет. Эй! Эй! Россия! 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 Россия!